МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зная временные отрезки действия этих тарифов, пассажир может регулировать дату своей поездки, рассчитывая свои финансы. С 11 ноября билет до Москвы в купе с повышенной комфортностью будет стоить примерно 2200 рублей. В обычном купе – 1850. Одно плацкартное место будет стоить около 700 рублей. В фирменном вагоне – чуть больше тысячи. Такие цены на билеты в поездок дальнего следования продержатся до 21 декабря. Сегодня территориальные комиссии завершают выдавать открепительные удостоверения для участия в парламентских выборах. После 11 ноября южноуральцы, планирующие на день выборов поездку в другой регион, могут получить талон уже в своей участковой комиссии по месту жительства. По такому документу в любом городе страны гражданин сможет получить бюллетень для голосования, но только по федеральным спискам. Страх и трепет у магнитогорских предпринимателей вызывает намерение местного депутатского корпуса запретить использование иностранных слов в наружной рекламе и обязать коммерсантов обзабестись новыми вывесками над своими салонами и бутиками. Коммерческий лют пугает даже не затратность компании за чистоту слова русского в рекламе, сколько перспектива перевода на кириллицу некоторых суперпопулярных брендов, которые известны всем и каждому именно в своем иноязычном написании, например, Кока-Кола. Сегодня коммерсанты пытаются успокоить себя тем, что использовать латынь вывеска все-таки не запретят, но на всякий случай готовы к тому, что депутаты примут компромиссный вариант. За присутствие в наружной рекламе иностранных торговых брендов бизнесменов обяжут платить в местный бюджет дополнительные деньги, сообщает агентство УралПолитРУ. Вечинфицированный житель Магнитогорска приговорен к двум годам лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении за распространение чумы 21 века. В суд на Магнитогорца подала его бывшая подруга. Диагноз ВИЧ-инфицированного молодому человеку был поставлен еще в 2001 году. Однако осужденный в своих интимных связях с противоположным полом не пользовался средствами защиты и не ставил своих подруг в известность, что болен. Бывшая пассия осужденного узнала о том, что заражена ВИЧ, когда вставала на учет в связи с беременностью. После этого девушка подала на экс-бойфренда в суд. По мнению экспертов, подобный случай еще не имел аналогов на Южном Урале. Как правило, женщины, зараженные ВИЧ своими партнерами, в суд никогда не подавали. Тем не менее, предумышленное распространение смертельной инфекции уголовно наказуемо. В середине ноября жители Челябинской области вновь смогут наблюдать необычные небесные явления. К земле должна приблизиться комета Энки. Она была открыта в январе 1786 года. Однако в последующие несколько лет ученые потеряли ее из вида. Переоткрыли ее позже, установив при этом, что комета имеет самый короткий период возвращаемости. 17 ноября комета приблизится к Земле и будет видна, как звезда шестой величины. К 4 декабря она максимально приблизится к Солнцу, а затем начнет медленно удаляться. 12 ноября в Магнитогорской государственной консерватории пройдет концерт вокальной музыки, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Произведения великого русского композитора прозвучат в исполнении Творческого союза Валентины Олейниковой и Ольги Бычек. Тема «Родины» всегда была главной в творчестве Сергея Рахманинова. Значительную часть жизни композитор провел в вынужденной эмиграции. Именно поэтому музыка, написанная им вдали от России, так драматична. В концертную программу войдут произведения разных периодов творчества. То, что мы выстраиваем концерт в хронологическом порядке, это позволит, наверное, слушателю, ну, не знаю, вместе с Сергеем Васильевичем прожить его жизнь, наверное, где-то рядом, подсмотреть, как это все создавалось. На концерте прозвучат многочисленные романсы Рахманинова, близкие сердцу каждого русского человека. Это часть творчества, благодатный материал и для вокалиста. Оригинальность построения программы в том, что мы выстроили все в хронологическом порядке. Вот как он писал, так мы и будем петь подряд. Вот какое у него было настроение, может быть, это подряд будет темная какая-то часть концерта, потом часть очень ярких произведений. Встреча с музыкой Сергея Рахманинова ждет магнитогорцев в Большом зале консерватории 12 ноября в 18.30. На очереди информация Центральная диспетчерская служба Жилкоммунсервис Магнитогорска. Сегодня в связи с ликвидацией повреждения с 13 до 17 часов прекращается подача электроэнергии в домах по улицам Суворова, Советской армии, 50 лет магнитки, Советская. С 9 до 12 часов без отопления останутся жители домов по адресам Ленина 140 и Ворошилова 20. С 9 до 17 часов полностью будет обесточен поселок Димитрово. С 9 до 17 часов прекращается подача воды по улицам Строителей Шишки. С 8 до 17 часов планируется отключение горячей воды и отопления в доме номер 16 по улице Московской. Горячей воды не будет по улице Советской, 199,2 с 8 до 16 часов. И это все новости к этому часу. О развитии событий вы узнаете с программы «Вести Магнитогорск» в течение дня. Смотрите программу «Вести Магнитогорск» и до встречи. Спонсор прогноза погоды «Челленбанк». «Челленбанк» – ваш надежный и верный партнер. Сегодня днем синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха около нуля. Спонсор прогноза погоды – страховая компания «АСКО». «АСКО» – гарантия вашей стабильности. КОНЕЦ «АСКО» Субтитры создавал DimaTorzok